В Краевой столице танцевальные батлы и Митя Фомин. Это время культуры и с вами Анастасия Романова. В ближайшие 10 минут мы будем говорить о главных открытиях, премьерах и персонах этой недели. И вначале краткий обзор интересных культурных событий. Здание старейшей школы Барнаула, построенное 130 лет назад, теперь новая картинная галерея Нагорная на Аванесово-30. Одна из особенностей площадки. Кроме выставок здесь будет работать школа живописи и графики художника Пиргильды Широва. Записаться на курсы может любой желающий. В 60-летии отметил симфонический оркестр Краевой филармонии. Специально на юбилей из Парижа прилетел виолончелист Марк Дробинский. Вместе с пианистом Евгением Третьяковым и скрипачкой Мариной Кузиной они исполнили музыку Бетховена и русского композитора Александра Глазунова. Два дня выставок и мастер-классов. Так наша делегация из писателей, художников и ремесленников провела в Павлодаре Дни культуры Алтайского края. Завершился форум концертом, на котором выступил молодежный ансамбль песни и танца Алтай. Тебя хоть там любят? Скажи мне, не мучай. Тебя хоть там любят? Запомни. Послушай. Четыре года назад это стихотворение сделало Ирину Астахову популярной поэтессой. С тех пор стала регулярно выкладывать на YouTube свои ролики и теперь у нее тысячи поклонников по всему миру. В Барнаулах Астахова приехала с новой программой «Время сменить маршрут». Это уже ее второй сборник. И немного о том, как провести выходные в культурном пространстве Соль. Каждую субботу и воскресенье будут рассказывать о современной драматургии. После пяти занятий пройдут читки. Первые встречи уже в этот уикенд в 17 часов. Еще год назад многие россияне не знали, что такое контемп, джаз-модерн, поппинг, локинг и крамп. А ведь за рубежом эти танцевальные направления существуют очень много лет. Дэнс-холл, например, можно увидеть в клипах Бейонс, Рианны, Ники Минаж и Джастина Бибера. Звезды танцуют, а мы за ними повторяем. Хореограф из Харькова Катрин Вау научила дэнс-холлу борнаульцев. На тренировке побывала и я. Энергичные, даже немного грубоватые движения. Это уличный ямайский танец или дэнс-холл. Появился в конце 60-х на улицах кинстонских гетто. Подростки танцевали под заводной регги. Сегодня дэнс-холл популярен во всем мире. Его можно увидеть в клипах Бейонс, Рианны, Ники Минаж и Джастина Бибера. А это Бурнаул. Здесь тоже есть поклонники дэнс-холла. Специально для них мастер-классы провела хореограф из Харькова Катрин Вау. Катрин считается сейчас одним из ведущих танцоров не только в России, но и в Европе. Побеждает на различных классах, различных фестивалях, батлах. И мы давно решили пригласить ее сюда к нам. Кстати, на Алтае Катрин отметила маленький юбилей – 5 лет в дэнс-холл-культуре. За эти годы она успела стать призером множества танцевальных конкурсов. Теперь дает мастер-классы буквально по всему миру. В Бурнаул она приехала впервые и призналась – от сибиряков осталась в восторге. Просто вы видите эмоции на лице. Мне очень-очень понравилось. Девчонки все старательные. Я вижу, что у всех есть такой вот огонь в глазах, который очень важен для каждого преподавателя. Движения, которые в данный момент появляются, их можно увидеть в интернете. Просто садишься за компьютер и смотришь и повторяешь. Но та энергия, та подача, эмоции через монитор экрана никак не получить. А это в дэнс-холле самое главное. Кроме того, танец развивает выносливость и пластичность. Интересный факт – каждое движение имеет свое значение. Так соушел-степ символизирует повседневную жизнь. Бэтмен-степ – силу и агрессию. Фимейл-степ – женственность. Я стараюсь, да, не пропускать мастер-классы по направлению дэнс-холл, которые я преподаю. Потому что в любом случае это обмен информацией, энергии. Это новые вдохновения, новые знания. На этом мастер-классе ребята научились и круто импровизировать, и чувствовать музыку. И узнали новые крутые движения. Если вы не попали на мастер-классы Катрин Вау, не переживайте. Научиться дэнс-холлу вы можете в Маги Спортплаза. Занятия проходят каждый понедельник и воскресенье. У него два золотых граммофона, статуэтки премии Мусс и Ру-ТВ и поклонники по всему миру. Экс-фронтмен группы Хай-Фай и популярный певец Митя Фомин недавно выпустил клип на свой сингл «Чужие сны», занялся психологией, а еще приехал с концертом в Барнаул. Кстати, с Алтаем его многое связывают еще с детства. Что именно, узнаете в интервью. Да, что для меня Алтай. Ну, вообще, наверное, это первая поездка, которая была с отцом. Он у меня работал сначала в Новосибирском институте инженеров железнодорожного транспорта, потом в институте связи и защищал кафедру охраны труда. Какую-то командировку он меня взял в горно-алтайск. Я запомнил, как мы поехали, причем как-то мы вместе с ним решили, что нам надо обязательно поехать в сростоке. И мы поехали в это село, поехали в этот дом-музей. Вот это я помню. Я помню хорошо, я помню всю эту обстановку. Потому что как-то имя Шукшина у нас было всегда в семье на слуху. И, конечно, все его фильмы, его роли и книги. Поэтому вот это я запомнил. Помню, как мы, опять же, в детстве из вокзала Новосибирск-Главный уезжали, как назывался маршрут выходного дня. Ты садился в поезд. Ночь, оказывался в сказке. Белоснежные сопки, еще эти вековые хвойные деревья, баня, дискотеки. Моя сестра старшая, она тоже музыкант. Она классическая музыкант. Она уже давно живет в Италии с семьей. И мама моя живет в Новосибирске. Я давно забыл, что такое отмечать в семье Новый год. Я давно забыл, что такое сидеть за столом. И, может быть, где-то внутри себя, где-то, знаете, из-за обилия такого рода, скажем, поводов, мне даже где-то я чуть-чуть от этого дистанцируюсь. Потому что теперь я понимаю, что праздник можно придумывать в любой день. Какой хотите. И совершенно для меня эта история абсолютно номинальная. Потому что Новый год, он может быть завтра, может быть и послезавтра, а может быть через неделю. Все зависит от того, как ты к этому относишься. И, конечно, для меня важен именно не повод, а мне важна компания. Это самый счастливый день, самый желанный, день, когда я попрощаюсь с тобой. Калейдоскоп меняется практически ежеминутно. И я вижу очень много людей, очень много разных ситуаций. И когда, собственно, электронная версия журнала Hello пригласила меня для того, чтобы быть психологическим обозревателем, что само по себе, конечно, для меня было так неожиданно, но я потом втянулся. Я сейчас даже практически себя не мыслю без того, чтобы не написать что-то раз в неделю, раз в 10 дней. То есть я беру и культурологический аспект, и социальный, и исторический. И привожу, как правило, примеры из литературы, искусства. То есть я такой глобальный взгляд на проблему и пытаюсь читателей приучить к тому, что вот сейчас, ой, вот как относиться к этому? Дело в том, что ничего нового не происходит. То есть это все уже имело свои примеры в прошлом. Только изменилась форма подачи, изменилась скорость распространения информации и сама по себе обертка. Но дело в том, что ничто, то, что сейчас так ошеломляет людей, не является новостью. Я пытаюсь приучить читателей к тому, что нету ничего страшного в том, чего они не понимают. Надо просто быть как можно более спокойными и толерантными к тому, что происходит вокруг тебя. Если, конечно, это не касается насилия, смерти, оскорбления. То есть надо просто абсолютно четко абстрагироваться от всех ненужных вам людей и вещей. Это сделать достаточно легко. Главное, не обращать на это внимание. И не втягиваться вот в диалог. Потому что любой диалог – это начало, это провокативная очень вещь. Это начало любого конфликта, любого. Даже если вы общаетесь совершенно нормально. Чужие сны, чужие песни. И наши жизни как бы ни при чем. Все развивается в рамках эволюционного процесса в мировом масштабе. И шоу-бизнес становится более причесным, более прозрачным, более честным. И телевидение тоже. Я за полную, я за честность вообще как таковую. Но моя мечта – это роль в кино и роль на сцене. Я жду своего режиссера. Я уверен, что он появится во что бы то ни стало. Я постоянно как бы намекаю своему другу, режиссеру Кириллу Серебрянинку о том, что вот он и есть я. Но он берется на работу, чем других людей. Я бы с удовольствием сыграл какого-то подонка. Вот с удовольствием вообще. Просто ли сплю и вижу какого-нибудь отъявленного мерзавца, подонка, человека, которого нет ничего святого. Вот это самый острый характер, он очень яркие роли. Или бы сказку. На этом я с вами прощаюсь. Это было «Время культуры». Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин